привет меня зовут вова и это мой домашний питомец mazda miata лучшая машина на белом свете и вообще у меня их 10 ну как здесь было 10 сейчас в наличии 4 это я искренне считаю лучший автомобиль на белом свете поговорим об этом сегодня вместе с вами так ребятки мы сегодня прокатимся по всем мазда миатам которые у меня есть я расскажу про каждую историю что с ней сделали какие на нее планы но перед этим я хочу рассказать как начиналась моя любовь к мазда миата я начну этот разговор достаточно давно еще даже в подростковом возрасте летом 15 и 16 не очень нравились эти кузова но на тот момент они объективно стоили дорого и дорого даже для моего там понимания потому что там простая машина стоит там 5 mazda miata стоит 10 но тем не менее и в беларуси даже невозможно было найти как бы эта мысль просто подросткова когда-то заскочила и забылось но буквально три года назад я такой а чтоб такое пригнать чтобы заработать денег и я понимаю что цена на эти автомобили в россии там 15 14 даже 20 тысяч долларов а в европе не стоит там 4 3 5 тысяч долларов я съездил в польшу настрел две тачки отдал задатки мне пригнали два автомобиля из польши красненький и беленький они удачненько продались в плюс 40 процентов кстати тогда себе с этих машин получался где-то восемь девять тысяч долларов беларуси не заезжали но разумеется минус там европейских тачек у них были там не супер идеально днище но как бы не гнило и нужно такой с коррозией где-то покоцаны то есть не то пальто так сказать продались эти две машины по итогу я купил еще две тачки еще одну красную еще одну желтую они тоже уехали в россии достаточно быстро далее я такой это должен быть весело покупаю еще две синих mazda miata одна из них подзависла она продавалась месяцев 8 2 до 100 ушла достаточно быстро то есть но тоже не супер там большой плюс ну как небольшой тысячи четыре где-то долларов три наверно так вот думаю классная движуха потом не был период жизни мы полготика тусили в польше просто тусовались жили и разумеется какие-то фишки автомобильного рынка познавали я купил там еще одну мазду черную и я ее решил разыграть это было реально скажем так не супер крутой розыгрыш потому что общество не до конца понимает эти mazda miata но для меня это был такой кайф я кайф я просто ездил наслаждался собирал кучу лайков и получал огромное количество удовольствия эту тачку принял сюда в беларусь мы разыграли девочка выбрала приз мы выплатили ей денежный приз и отогнали обратно в польше продали ее в польше кстати тоже в плюс тачка реально имеют пользу и имеют спрос она была такие в эти как-то японские окуни называются рыбаконь или кои напишите в коментах не знаю как они правильно называются очень стильненько смотрелось там были прикольные диски с полочкой мы там дропнули максимальный стилек салон тоже перешили на самом деле с этим автомобилем вот этим черным связан достаточно такой период жизни когда он радовал просто радовал в кайф и даже в польше ты едешь в городе просто варшаве все на него оборачиваются восхитительные взгляды после этого эти машины эпопея закончилась это было по моему позапрошлом году получается я понимаю что реально в европе они уже ставили дороже хорошая машина там уже стоит 8 7 тысяч евро там классный вообще 10 тысяч евро и уже как бы не пригонишь и потом себе становится 17 уже все пригнать и такой америка welcome to america сыграл один автомобиль в америке красненький не этот другой другой красненький автомобиль и у меня еще остался хард-топ с моей черной mazda я тоже покрасил в красный поставил эту машину ту машину на самом деле мне подарила жена как жена то есть она платила аукцион не аукционный сбор за ту красную mazda а уже устанавливаю за свой счет а сейчас то mazda стоит в москве она снималась на ютубе там гриша завозина булкина снималась кстати первый красный о прикольно шашлык прибежал первые mazda миата которые выливают красненькие белые первые пригнал еще они еще снимались на youtube канале у хэнсона есть такой парень в питере живет тоже про тачки вещает и там в кадре него были эти автомобили так вот ладно возвращаемся я уже запутались даже сколько этих было мазда миата мазда миата вот та которая была в кадрах у булкина и у господина завозина эти автомобили сейчас стоит в москве на продаже по факту в этом году мы не продали ни одной mazda миаты но здоровается какая хорошая но знаете в чем огромное преимущество этих автомобилей от которого я кайфую по факту они не продались то есть я в этом году еще три купил который мы сегодня правами проедемся я вам покажу расскажу что да как они не дешевеют они только дорожают я вам говорю что они в европе сейчас 8 плюс тысяч евро стоит и даже сейчас автомобиль там с америки если пригнать обходится если без восстановления ну наверное 7 до хотя 7 9 тысяч долларов с восстановлением где-то там 10 12 условно обходится вот эта машина обошлась по-моему где-то 10 800 она под 11 тысяч долларов не обошлась точные цифры уже не помню потому что честно я на этих тачках вот прям доллар в доллар не высчитывал потому что здесь очень много души и моей любви понятно что математика выдерживается то есть но там я непредвиденные закидываю но тем не менее и так вот в этом году не продались но я кайфую того что не продались просто я обладатель в беларуси четырех мост мята у кого еще из 4 лупатых мазды мяты в кузове она ни у кого это реально эксклюзив и я получаю ежедневно наслаждение я к этой мазде не подходил уже приблизительно месяца полтора я катался последнее время вот на своем стареньком роллси винтажном и на вранглере ездил вы на нинькином жуке и мы сегодня перед этим видео youtube я забрал и на исту она была пыльная сейчас догнали на мойку я просто еду вот оператор не даст соврать я кайфу я так а хорошо вкусно как ее можно не любить я тут пока оператор расчехлял камеру уже 35 рилсов снял посмотрел по фоточкам и просто вот я не могу и сколько радости мне невозможно слов подобрать чтобы наслаждаться и наслаждаться хочется постоянно отойти так вот сбоку и и делать просто вот так вот так постоянно делать вот каждый элемент машины фотографировать итак господа я теперь предлагаю рассказать пару слов именно про эту мазду мяту что это вообще каком состоянии на приехал это мазда мята приехал с америки с поджатой мордой не было два помятых крыла вернее такой на скотч было прикреплены они были на двух разных дисках поставили мы сюда диски с другой мазда мяты а на ту купили новые диски кстати ребята к нам сейчас едет еще одна мазда мята которую мы будем рассказывать чуть позже просто насладитесь когда по лесу сюда катит какой стилёк а мазда мята и на были два зажатых крыла по итогу мы этот автомобиль покрасили в половину и покрыли весь всю и лаком заново переложили она 92 года давайте заглянем что под капотом этот именно автомобиль на 16 двигателей стоковая история только что стоит нулевик здесь а так больше никаких вопросов нету по ее вложением в нее то есть поменяли какие-то там резиночки подвески сам большой был гемор который на был она нагревалась и начинала подтраивать то есть вот по факту мы этот ерунду только подчекали как месяц назад наверное еще там вроде как больше этой проблемы нету по ходу по ходу дела мы поменяли два и три раза раза расходомер ну по пути мы запоменяли еще топливный фильтр помыли бак кто там все сопутствующие там свечи фильтра разумеется как бы как начали с малого но по итогу оказалось расходомер еще одна особенность этой мазды у нее керамическое сцепление да да вы не ослышалось керамическое сцепление но для этой машины я считаю это минус потому что она реально для кайфа на 1.6 не супер для спорта и она очень дерганая не супер комфортно на ней ездить скажем в городе я хотел переставить на другую мазду о которой будем говорить позже но они не подходят потому что там на 1.8 короче по факту это кайфовая красивая mazda на керамике сегодня машина едет кайфует дает наслаждение но я считаю что фишка этого автомобиля welcome to salon смотрите что там есть короче мы перешивали салон автомобиля скажем так под дизайн porsche купили в казахстане нашли вот эту ткань которая внутреннюю здесь обшили кожей в коричневые двери обшили которые у нас оригинальные не такие были коричневые я считаю стиле добавила максимально кстати вот этот весь хром который на не стоит она с ним пришла с америки мы его не доставляли так и было я его оцениваю все mazda меня то в 10 из 10 даже с ними не заводится поэтому все машины 10 из 10 все просто получается мир маятник качается а свет переключается на звук на расстоянии быстро рассчитывать бессмысленно как кататься на дрифт карте в городе во лучшая комбинация для пацана конечно здесь есть легкая нота сарказма но на самом деле никакого дискомфорта нету в особенности сама знаменит она в полустоке это автомобиль что тут за изменения есть я расскажу вам чуть позже поверьте одно удовольствие учитывая что на улице плюс 10 мы включили просто печечку едем и нам хорошо а 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 Я мог бы выпить в море, я мог бы стать вверх Вечно в море, вечно пьяный Я мог бы стать рукой, быть темною в ад Объективно 140 лошадей, ну, на тоненького, но она рулится лучше, чем у меня было 30-е, 36-е и объективно она Мне кажется, пахнет сцеплением Тебе не хочется Сто пудово пахнет сцеплением Все, не берет Сцепления нету Так, пошли еще на пятачок Едет или не едет Ребят, смотрите, наглядный пример, почему моя Mazda Miata лучше, чем другие дрифт-корчи Мерседес на V8 Очень круто звучит, не видит? Задымился, стоит И я прошел этот тоже путь У меня было несколько, и они постоянно что-то отхлебывают А когда берешь такую Mazda, японскую надежность, соваешь большой радиатор, просто валишь боком, никаких проблем Ребятки, вторая Mazda Miata перед вами Она на 1.8, она пришла с Америки в таком, скажем, почти целом состоянии У нее было только подбито колесо и крыло Мы ее побыстренько обдали, покрасили, скажем так Идеально, потому что ее все равно объективно ждет судьба конуса, столба, бордюра, потому что это дрифт-корч Господа, давайте откроем под капотчик, глянем, что у нее внутри Кстати, она пришла вот на этих японских дисках, и они оригинальны Мы купили туда, разумеется, китайские, а здесь стоят оригинальные диски, это кайфы Почему я пустил ее под дрифт? Объясняю Я такой на таможню прихожу, открываю капот, а тут стоит жирный радиатор, дополнительное охлаждение Плюс масло, стакан стоит, распорочка стоит, она на блокировке Я понимаю, что все, она пойдет под дрифт, ее готовить не нужно Знаете, что я с ней сделал для того, чтобы поехать боком? Приварил педаль, потому что первый раз выехал, у меня отвалилось педал сцепления Мы ее приварили обратно, и теперь она ездит боком Да, понятно, что она слабенькая, она не будет там валить по сухому, но по мокрому Либо же зимой раздать, либо же на озеро поехать покататься Восхитительный автомобиль, который дарит постоянные эмоции Плюс ко всему этому, я согласен, что она выглядит скучно У нее вот стоят эти тюнячьи уже фары, она такая менее оригинальная, но она очень бодрая Напишите в комментах, как ее можно разукрасить, какой винил на нее придумать, чтобы она все у нас весело и бодро Пойдемся глянем в салон, он там в богом состоянии, но он есть Сидушки покоцанные все, вот в ужасном состоянии Сюда, скорее всего, мы попозже поставим какие-нибудь полуковши, чтобы было удобнее дрифт Кстати, задняя распорка у нас тоже есть Стоит, можно посмотреть, это заводская штуковина Руль поставили на Ardi, как я говорил, вернее Здесь стоял оригинальный руль, но он был в такой убитом состоянии Мы его сняли в другую машину, перешили А сюда купили, скажем, более удобный для дрифта И зато перешивать не нужно было Плюс этой машины еще оригинальный магнитола Максимально круто смотрится, у нее антенна выезжает Давайте я вам покажу, как выезжает антенна, так здорово смотрится Мне кажется, в этом что-то есть Плюс, этот автомобиль один из самых свежих Это 97-й год выпуска А, нет, обманул вас, я перепутал 97-го года выпуска белая Mazda Это 94-го года выпуска У нее, кстати, с подушками безопасности Ранние Mazda были еще без подушек безопасности Крыша у нее, скажем так, тоже слегка потрепанная, смотрите Здесь уже нужно делать, здесь делать И вот вкупе со всеми этими вытекающими Я просто понимаю, что нет смысла Но! Мы пришли к одному из главных преимуществ для автомобиля Фаркоп То есть вы понимаете вот этот стиль? Я беру Mazda Miata Прицеп, гружу два мотоцикла Еду в деревню на кабриолете И там катаюсь на мотиках Звучит максимально вкусно Я еще Фаркоп не опробовал, но однозначно Мы его расчехлим и начнем им полноценно пользоваться Кстати, Mazda Miata пришла уже с Америки С Фаркопа, вернее с прицепным Пришла с Америки, а сам Фаркоп мы уже здесь ставили Непосредственно здесь начали пользоваться Ну, если любопытно, давайте в багажник заглянем Что там у нас? Старый чехол от руля Домкрат лежит Ну, то есть Ничего такого сверхъестественного Но, вот я еще раз говорю Преимущество этих американских тачек То, что они все приходят просто в идеальном состоянии по кузову То есть никакой коррозии, никакой гнили Это реально доставляет себе удовольствие Если не нужно с этим колупаться Ее просто переднее крыло отремонтировали И облили все Никаких вообще сварочных работ на ней не производилось И в этом есть удовольствие и счастье Сейчас пойдем наказывать БМВ Короче, ребят, еще кстати На ней была летняя резина Уже пластиковая Там в год 2006-го Ездить в ГОКО было невозможно То есть как-то более-менее получалось Я уже на две тренировки на ней катался Еще из минусов Объективно ей не хватает выворота То есть из большой дуги ты не можешь выехать Просто у тебя руля просто не хватает управления Но, тем не менее, аккуратненько можно учиться ездить И плюс еще Один из тренеров по дрифту Говорит, Вова, не заморачивайся Но учись лучше ездить на таком маленьком вывороте Потом будешь лучше ездить на большом Поэтому, господа, едем с вами подолбим Посмотрим, как у нас получится И ждем зимы, потому что эта малышка едет очень внойная Жаркая зима И я думаю, что мы еще постоянно у нее шипы И будем гонять по озеру Я прям удивлен, если честно Сюда вот добавить укороченные сошечки Бахнуть турбину, чтобы было не 140, а 170-180 лошадей И вообще пушка просто выйдет Ну, супер просто Очень элементарно едет Учитывая, что у нее просто зимняя резина стоит То есть она в полустоке Если так, то и на Tesla сложнее Я же говорю, что это лучше, чем Tesla Нет Вообще, смотрите У нас сейчас обзор еще на Tesla будет На плохую машину, но Этот вообще больной человек просто Только у тебя с пультикой открывается телефон Или еще кого-то открывается Она и закрывается Покажи, как пневмочка твоя делает вверх-вниз Ты думаешь, надо? Конечно, нужно Не, не сиди, но ладно Это типа Рейс Что у нее? Райтон старт А, надо очки установить Пригол Ну типа ты сел Ничего выжигать Ездовое поднялась А, сразу автоматически Да Так она быстро еще поднимается так? Ну да Сейчас когда компрессор наплечает О, это тоже приколюху После монитора к себе повернул Короче, это все китайский тюник, да? Все из Китая Да, да, да Нормально он ставится без проблем? Да, да Или так, подпиливать надо нужно немножечко Не для ролика, скажи Ха-ха-ха-ха Надо очень много подпиливать, да? Надо вот там супер долго переделывать Ну как заготовка, нормальная? Э-э-э Нет Нет? Ты, короче, еще раз бы в такой блудняк не вписался Ну, чтоб ты понимал, на сколько за экраном все, видишь А, ну да А, ты с двух одну собирал? Ну, китайцы ее шире сделали, чем машину А, ну бывает Там сантиметра на два, они ее, ну, не влезали Врач, как тебе Тесла? Мне нравится, я себе покорил Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха Так, ребятки, оставили красную машину И мы поедем с вами еще сорить белую И на нее есть диски Идем я тебе покажу, какие диски мы купили на белую тачку Кто помнит, напишите в комментариях О, кстати, здесь диски от Ford Mustang Мы как-то еще на белый мой Mustang Покупали диски хромированные Здоровые, по-моему, двадцать первые Но они по вылету не стали Потому что они только на пять литров должны были подходить И здесь лежит четыре крутых диска И где-то здесь лежат еще диски на... На мазанных А, вон они, наверное, лежат, смотри Да-да-да-да Вот эти гаражные движения Это каждый раз приятно делать Даже хотя ты знаешь уже какие там диски, но все равно приятно Та-дам В общем, такие же, как на синий Ну, похоже, короче, такая же концепция Но под белую решили вот такую Там же крышку такого же цвета, да? Бежевая какая В этих же тонах Но теперь поехали смотреть, что с этой Маздой На самом деле, с ней не все хорошо Ну, посмотрим вместе с вами Она на 1.8 Я ее не видел полгода, уже даже больше Она сейчас еще не до собрана Ну, посмотрим, что там вообще с ней О, кстати, на ней сейчас стоят диски, которые были на красной Мазде То есть разные, разного калибра А цвет переливается, Артем? На солнце, смотрел По-моему, нет Это крыша, которую нам пошили, да, новая? Новая крыша, вот в цвет тех дисков Ну, прикольно будет смотреться Здесь зеркало это самое Нужно делать О, пошито салон, смотрите Тоже стильненько, синенько Но надо доделать А что ручки не покрасили вот эти все? Ну, то есть, ну все, что Моменты эти Ты имеешь в виду в черный? Ну да, виши обновить, они все в убогом состоянии Новые сидушечки перешиты тоже В синий цвет Торпеды нету По той причине, что машина была Ну, короче, она где-то под сосной лет 6, наверное, стояла Ее всю разбирали Всю покрасили И торпеда просто вся рассохла Сегодня невозможно восстановить И по факту сейчас на рынке негде купить никакой торпеды В связи с тем, что у меня 4 Мазды Сильно она не горит Поэтому просто ждем, пока на рынке появится где-нибудь в Европе Либо же там в России Либо же в Китае Торпеда И мы ее поставим сюда Перешьем в цвет автомобиля полноценно Давай под капотом глянем, что тут А смотрите, здесь еще есть этот самый багажничек такой Назад Классно, что красиво смотрится Он такой закрепить И это типа уличный багажник Сюда наверх кладешь чемодан, застегиваешь У тебя такой чемодан Селфник багажник тоже у меня О, здесь у нас среди приборочка лежит Козырек Куски торпеды Здесь тоже еще не чистили, да? У меня ничего внизу Прекольно Видите, что есть один колхоз, который я сделал На всякий случай я объясню, что с какой Вот это вот я сделал А чего? Объяснил Здесь, по идее, должен быть еще один переливной Но Шиндюков сказал, что типа не надо Не будет Я решил проверить Я попросил Челла, чтобы он мне дал трубочку Видишь, вот я приехал Собирается? А, ты перестраховался просто? Да, да, да Это я просто сделал, потому что я понимал, что дорога дает А, я не знаю, они нормальные Ну, должны функционировать Может, когда там снимали приборку, там что-то переселкнуло А, я понял Просто, короче, в таком положении Ну, красиво, перекрашено все под капотом Все, вопросов нету И эта машина надела на 8 Но на самом деле Я с этой машины немножечко вляпался Ну, как вляпался Я ее купил случайно по залету Я поставил ставку больше, чем я хотел И она на 1.8, разумеется То есть я ради этого только гнался Но двигатель был проблемный Я купил здесь в Беларуси еще один у нее двигатель Он тоже оказался проблемным И мы с двух двигателей собрали нормальный Перебрали Теперь, скажем, здесь царский стоит 1.8 после переработки И это, конечно, восхитительно и радует Но, вот знаете, преимущество всех этих автомобилей с Америки Они по кузову вообще звоночек То есть, да, они все выкрашены заново, но они звоночек Там никакой коррозии нету, никакой гнили Ничего Просто вот девственные идеальные автомобили Потому что солнце их убивает Как этот автомобиль под солнцем стоял Его просто выгорел весь Плюс какой-то там дожди затекания были Но кузов сам весь высушенный Аккуратненький Это, конечно, очень сильно радует Кстати, вот такие крутые диски Мы хотели поставить полностью на всю машину на нее Но мы не нашли два колеса таких У меня только два колеса Поэтому, если где-то у кого-то есть вот такие диски Пожалуйста, welcome, напишите, куплю Ну, либо же это тебе продам Хотя нет, не продам Я тебе повешу в офисе просто как статуэточку Они очень стилевые спецовые диски Мне кажется, интересное сочетание Вот белого автомобиля с коричневой крышей Будет смотреться весело Осталось только торпеду найти Если честно, конечно, не очень Так вот презентабельно сейчас эта машина выглядит Там во дворах где-то мы снимаем на СТО Но встретимся весной Вы видите автомобиль весной Когда она почистится вся и будет красиво выглядеть Соченькая Ну все Конец видео получается На такой грустной ноте Не, не, что? Там, если что, руль перешили Я его сам еще не видел Можем тоже посмотреть Вот здесь? О, давайте Можем привезти его сюда просто? Сейчас, да Супер О, ну мы рулим на этом машине перетягиваем Сейчас посмотрим еще руль перетянутый И все тогда Заканчиваем наш видос Прощаемся В следующий раз увидимся Расскажем про другие автомобили Но самое главное, что это точно не последняя серия про Mazda Miata Потому что Miata Будут у меня еще много Даже если эти продадутся Будут еще много Тем более вот эта 1.8 Она на продажу То есть она будет в продаже И та, которая в Москве Вот та тоже на продаже Красная, на которой мы сегодня катались С салоном Porsche Это моя Для кайфа летом Но как бы на продажу А синенькая дрифт корч Это чисто моя Чтобы гасить И скорее всего синюю ждет самая Жесткая судьба Потому что мы все понимаем Тачки, на которых дрифтят Рано или поздно Ну пусть не разбиваются Но получают серьезные повреждения И эту тачку мы точно Скорее всего Синенькую Рано или поздно Где-то шлифанем Не хотелось бы Но факт Сейчас руль глянем Ну что, нормально? Ну в целом, да То есть они делали в текстуру Как была Только вот попросил подкрасить Они сказали подкрасить еще подушки А, ну нормально Все прикольненько Кстати, вот этот руль От синей Mazda Который был в синей Mazda Мы оттуда его сняли Просто здесь был вообще убитый Поставим на эту Mazda А в синюю мы поставили Narzi Ну для дрифта Все равно он более удобный Чем даже этот Так что Прикольно, нормально Хорошо Ну, гуд Лучше, чем у новых БМВ от завода Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Хм... Продолжение следует...